Здравствуйте дорогие друзья, Панкратс на связи и сегодня мы продолжим исследование бюджетного пиваса. У меня на очереди сегодня три баночки из магазина Чижик, продуктового магазина Чижик. Погнали! Для начала, наверное, давайте пару слов о самом магазине Чижик. Что это такое? Ну, это такой продуктовый магазин, а-ля такой, знаете, недорогой продуктовый магазин, не скажу, что дискаунтер какой-то, но прям вот недорогой магазин, при том, что все товары, какие надо, там имеются в наличии. Узнал я про этот магазин изначально из города Дмитров, потому что в Дмитрове прямо этого Чижика полным-полно, но оказывается в последнее время он начал открываться и в Москве. И вот, собственно, посетив этот магазин Чижик, увидел я там такой пивас, который не встречал нигде ранее. Во-первых, у меня здесь две банки импорта немецкого пиваса, стоит он, по-моему, если не ошибаюсь, 79 рублей и называется Франкфуртер. Я как бы погуглил в тапке, вы знаете, действительно, вот эта вот пивоварня, которая указана здесь на банке, это Франкфуртер Браухаус Либюс, в общем, там дальше адрес я не буду коверкать. Она, в общем-то, имеет место быть, и на страницах ее сайта представлен вот этот вот самый пивас, правда, в бутылках, и, правда, Белвит у них там представлен как просто хофевайца. Ну, а вот эту историю я также нигде вообще не встречал, называется это Бмлы, вот это Бмлы. Я, это причем стронг пиво, такой прям мух, он такой светлый, прям стронг, 8% я его тоже нигде не видел, думаю, кто это? Думаю, что это? Вообще, вот это вот Бир Мейкерс Лик, вот это вот, то, что здесь написано, кто это такие? И я вот взял, значит, взял, и кого же я там увидел, как вы думаете? Ну, как вот вы думаете, трехсосинский завод, трехсосинский завод. Причем в Чижике вот данный вид пива продается прям в двух таких мышнейших вариациях. Первая это вот эта история, во-вторых, сиська. И мне, вот знаете, даже страшно становится, кто вообще покупает подобное пиво в сиськах. Ну, раз он продается, значит, наверное, спрос на него имеется. Стоит эта фигня еще дешевле, сейчас уже не вспомню сколько, но, значит, сегодня я, знаете, предлагаю Спельснера. Вот прям вот так вот, чтобы приморозить немножко мозги в моменте, да, и посмотреть, шо це за диво. Я, если честно, ни разу не пробовал подобный пивас и не встречал его в других сетевых магазинах. А тут вот стоит, да, экспортером у нас значится RVI Russian Venture Investments. Вот, как-то так. Давайте будем открывать неистово. Я предлагаю сегодня открывать, наливать и залповать. Итак, что мы имеем в бокале? В бокале мы имеем достаточно светлый, достаточно золотистый, достаточно CO2-шный напиток с, в общем-то, не вызывающей никаких сомнений в своей чистоте пенной шапочкой. Пенная шапочка очень мелко, пористая и, в принципе, своей белоснежной приятностью внушает уверенность в том, что, ну, по крайней мере, вот эти вот 80 рублей были потрачены не зря. Давайте понюхаем. Да вы знаете, и в естестве своем достаточно чистый, достаточно понятный аромат у данного напитка, в котором неплохо так переплекаются солодовые составляющие и хмелевой мотив. Вот этот вот стык, он здесь понятен, опрятен, пригож и, в принципе, не вызывает у вас и толики сомнения в том, что далее будет все тоже весьма и весьма неплохо. Давайте попробуем. Да вы знаете, в целом, вот хочется сказать, что действительно все весьма и весьма неплохо. Конечно же, немного, на мой вкус, недостает вот этого вот хмелевого прострела такое, да, по вашим вкусовым сосочкам. Но, тем не менее, очертания вот этой вот хмелевой сухости такой, ну, нормальной, да, непереходящей, вот этот мокрый картон или жеваную бумагу, он чувствуется. Ему вторит хорошая насыщенность лазами, да, и, в принципе, такой достаточно нейтральный солодовый мотивчик. То есть, как залпователь данная банка подходит на все 100%. Надо только ее в достаточной степени, как мне кажется, хорошо приморозить, как я сейчас сделал. И в остальном, я считаю, у вас не возникнет никаких проблем с взаимодействием с бокалом. Поскольку, единственное, что вам остается, это раз от раза подносить его ко рту, делать глоток и наслаждаться тем, как холодная жидкость пролетает в ваш организм и, поступая таким же холодным взрывным ударом в мозг, его привораживает. Слушайте, вот по данной банке у меня вопросов особенно нету. Ну, пилстер себе и пилстер. Конечно, в такой немецкой стилистике достаточно умеренный по хмелю, но, тем не менее, все находится в достаточно нормальном балансе, который с течением времени не утрачивает сам себя. Поэтому, если будете в магазине чижик, рекомендую вам данную баночку прикупить, положить в морозилочку, заморозить, ну, не совсем заморозить, а приморозить и после этого употреблять там под какую-нибудь рыбку, мяско, под все, что вы любите. Что касаемо цены, то это, знаете, еще один такой игрок наравне вот с тем ассортиментом, который стоит в красном и белом. Да, там, примерно, такой же диапазон цен, да, на некий импорт в банках, которого никто никогда в глаза не видел, но который, оказывается, есть на свете, да. Поэтому, что сказать, если будете в чижике, берите, там, кстати, и «Жигуль» нормальных денег стоит чуть больше 50 рублей, у меня на районе, кстати, уже банка «Жигуля» стоит 77, 77 за банку «Жигуля», ну, это вот прям, как говорится, терзают меня смутные сомнения, да. А за 79 вот немецкое полноценное 0,5, да, почему бы нет? Что, что с него взяли? Нормальное, нормальное пиво, если вы видите, может брать. Идем дальше. Так, ну, а дальше мы переходим к пшеничке. Посмотрим, что здесь нам подготовили пивовар. Кстати, забыл сказать, да, у нас здесь, что у нас здесь? У нас здесь 4,9 и 11,2. Надо ли об этом говорить? Здесь 5,0 и 11,3. Ну, тоже. Давайте просто будем открывать и надеясь, что здесь тоже все будет достаточно неплохо. Итак, смотрим на просвет. На просвет прям хорошо, ребят. Ну, вот прям хорошо. Ну, вот посмотрите, вот эта вот мутная история такого фруктового, живого, яркого отлива. Опять же таки видно, что насыщено СО2, хоть пиво достаточно карбонизированное, да. Пенки здесь не настолько много, как в пилстере, но, блин, бог с ней. Давайте понюхаем. Ну, что, пока мест так же все достаточно неплохо. Такой легкий, понятный, ненавязчивый аромат пшеничного пива со всеми вытекающими, без каких-то прям явных конкретных косяков. То есть, у меня на текущий момент к этим двум банкам вопросов нету. Давайте пробовать. Вот пшеничка, как я люблю. Знаете, вот чтобы прям вот не было, да, вот это вот прям гороховая каша прям вот такая вот, чтобы не нажористо было. Достаточно легко, мягко, проходно, ненавязчиво. И вот это вот все, что я люблю в пшеничках. То, чтобы у меня вот после двух бокалов не отвисло пузо, и я вот не сел, и вот так все, больше не лезет. Тут из-за вот этой простоты вкуса все достаточно органично впитывается в ваш организм, не вызывая никаких побочных эффектов. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Поскольку, ну, вот эта вот вся легкая сладчинка, да, она вот при поднесении, вот эта вот мутноватость. В то же самое время ощущение небольшой хмелька. Ну, дает приятную достаточно композиционную историю, в которой ты, ну, не то чтобы купаешься, но, тем не менее, у тебя она не вызывает никаких отрицательных моментов. Слушайте, на удивление, хорошее, хорошее пиво за свои деньги, мне кажется, вот лучшее в ассортименте чижика, что есть на данный момент. Там был еще какой-то Вольфас Энгельман, ну, что-то еще, что я уже как бы пробовал, что стоит в прочих магазинах, да. Но, вот если выцеплять конкретно вот эти вот экземпляры, пилстер и пшеничка, ну, вполне себе приятная история. Можно с абсолютной уверенностью брать, пить и не бояться, что тебе подсунут какую-то дичь. А вот по поводу дичи у меня есть сомнения относительно вот этой вот самой банки, вот этой вот БЛМ, да, или как там, БМЛ. Не знаю, как расшифровываться, а, Бир Мейкер Слика, ну, так и расшифровывается, господи, какой БЛМ, да. Поэтому вот как-то так. То есть, если резюмировать, если в вашем городе есть магазин чижик, и если вам интересно в него заехать и посмотреть на цены на продукты, а цены на продукты там действительно приятны, например, вот хлебушек бурже, вот это, знаете, такой вот в маленькой бумажной упаковочке, такой черный хлебушек с этими семечками разными, да, вот он уже везде больше соточки стоит, больше соточки. А там 75 рублей, ну, то есть, вот есть какие-то такие приятные мотивчики, да. Поэтому заезжая туда и покупая продукты, так сказать, ну, вот это подешевле, нежели в других магазинах, вы можете заодно прихватить вот этот вот самый пивасик. Такие вот дела. Давайте помолясь допивать и будем приступать вот уже к этой самой банке, будь она не ладна. Так, ну и что, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же нам здесь наварил, так сказать, завод Трёхсосинский, да. Вода, солперный, ячменный, светлый, солперный, ячменный, карамельный, хмель. Вот это прям радует, такой натуральный состав, да. Что-то у нас еще углеводы, у нас тут килоджоули, вот это вот экстрактивное челюстное сусло 17 целых. Ох, ничего себе! Молодцы, да. Так, больше никакой истории нет, что вот мы без консервантов и ароматизаторов в банке. Ну, молодцы, молодцы. За дизайн я вот не знаю, что поставить, но оставлю это на вашей совести. Вот, что бы вы поставили за дизайн данной банки по шкале от 1 до 5? Давайте будем открывать и смотреть, что Трёхсосинский придумал на этот раз. Ну, по количеству налитого вы поняли, наверное, да, что я с осторожностью отношусь вот ко всей этой истории. Но, ладно, давайте побольше налью, все равно допивать не буду. Вот это самое как оно. И посмотрим на просвет. Ну, вот, если смотреть на просвет, то насыщенность данного пиваса различными желтыми оттинками настолько хороша, что вводит нас прямо такое в премиальное золото. Вот прям золото, раз золото, ни дать, ни взять. Пенки, как таковой, нету, пузырехи бегут, но мелкие. То есть, такая вот прям серьезная субстанция, с которой, ну, должными делал профессионал, да, профессиональный мужичок, идущий с работы домой. Давайте понюхаем. У меня сейчас это как будто, знаете, вот, как это, вот я сейчас глаза закрыл, а это, то есть, это веки опустил, а глаза, знаете, в орбиток, и буду вот так вот крутиться начать. Знаете, вот как это, вот, хороший такой аромат, знаете, вселяющий еще больше опасения мне. Ну, то, что сюда карамельного солода бухнули, это вот прям вот не соврали, потому что карамелькой пахнет вполне себе определенно. Но на эту карамельку прям сверху наслаиваются вот эти вот пары алкоголя, и ты прям, как будто это, петушок на палочке водкой запиваешь, да? Ну, такой, такой ароматец опасненький, конечно, и подобный, конечно, экземплярчик надо пить прям вот, прям конкретно охлажденно, чтобы не чувствовались вот эти вот все сивушные истории, которые будут чувствоваться при теплом варианте. А в чижике все пиво стоит не в холодильниках, а просто на стеллажах, поэтому вот прям вот, так сказать, с это, с пылу жару вы его, естественно, не разопьете, а если разопьете, вы будете качком, качком прям. Но я в этом плане, конечно, нет, не качок, давайте будем пробовать. Да нет, ну, конечно же, ну куда? Ну куда? Ну, сделав два небольших глоточка, мне на язык, на вкусовые сосочки, конечно же, легла карамельная сущность данного напитка, но потом... Ой, потом начала прям слоями нашвыриваться вот эта вот алкогольная испарина, да, которая, ну, я же, это вот, в жар начало бросать, знаете, вот от этой всей темы, как говорится, в нормальном состоянии души и этого, как оно, этого серого вещества, подобные истории, это вот лучше не пробовать. Ну вот прям совсем лучше не пробовать, потому что очень они тяжело ложатся в желудок, а потом, возможно, определенные последствия, о которых пока у меня, по крайней мере, история умалчивает, потому что не было у меня контакта с подобными напитками. Но пить это явно надо быстро, прям не смакуя, потому что, как говорится, смаковать тяжело. Это надо вот прям взять банку, буль-буль, буль-буль, рык, буль-буль, буль-буль, рык-рык-рык, буль-буль-буль-буль. Все, выбросил, пошел. Вот очередной, как бы, пивной шот для тех, кому надо быстренько, это самое, нагнать мути себе в мозги, да, но ни в коем разе не для того, чтобы посидеть и покоротать вечером, да. Все-таки, вот, насколько разнится вот этот вот самый АБВ в пивасе, да. Вот есть пивасы подобные вот этого вот, где 8% и где, как бы, пить это все дело, ну, тяжеловато. Есть какие-нибудь двойные Нью-Ингланды, да, где те же самые 8%, но где ты их вообще не различаешь. Есть какие-нибудь русский имперские стауты или просто имперские стауты, где, может быть, еще больше, где ты, опять же-таки, не различаешь этот градус, но, тем не менее, употребляя пива с маленькими глотками, ты наслаждаешься всем его естеством. А это ни много ни мало просто, ну, пивной шкалик, условно говоря, который нужен, понятно, для каких целей. Но ни в коем разе не для того, чтобы скоротать, как говорится, с ним вечерок. В общем, Трюксосинский не произвел никакой очередной революции, как вы прекрасно понимаете. А вот эта вот вся история под названием Франкфуртер вполне себе имеет право на существование. Такие дела. А с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Зене, ссылочка будет в описании. Ставьте пальчики вверх, отмечайте в комментариях. Не забывайте на Ютубе тыкать в колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. Ну и подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте. И, если кому интересно, на Инстаграм. Но чаще бывает на Яндекс.Зене. До новых встреч, пока и да пребудет с вами вкусное пиво!